Феназепам – один из сильнейших транквилизаторов, созданных еще в СССР. Сейчас он широко используется в медицине для подготовки к хирургическим операциям и в работе с пациентами, страдающими нервными расстройствами. В сочетании с другими психотропными веществами эффект усиливается в разы. Из аптек такой препарат должен отпускаться строго по рецепту врача. Однако активисты молодой гвардии купили его без малейших проблем. То есть чек у нас имеется, также имеется видеозапись с телефона. Вы знали про это? Что он относится к разряду тех препаратов, которые отпускаются только в рецепте? Ну я спросила, просто принимали или нет врача. Ну мы могли вас обмануть, что мы и сделали. Неграмотность фармацевтов – полбеды. Строжайший законодательный запрет зачастую не соблюдается администрация аптек. Пока активисты оформляли общественный акт, продавец связался по телефону с руководством. Я не подписываюсь. Почему? Потому что у меня заведующий говорит, что акт подписывается. А вы то есть услышите заведующий, что акт не подписывает, а то, что продаете лекарства? Зато в другой аптеке продать селенодействующее лекарство активистам отказались. Фармацевт рассказал, при продаже лекарства руководствуются и законом, и внешним видом покупателя. Одно дело, если бабушка пришла, то видно, что человек с какими целями принимает эти препараты. А те препараты, которые на предметное количество, мы учёте там по отдельному списку, тут однозначно только прицепты. Такие рейды по аптекам будут проходить регулярно, уверяют молодые активисты. Уж если фармацевты не соблюдают буквы закона, эту задачу возьмут на себя общественники. Люди в основном, они приходят, они пытаются купить эти сильнодействующие препараты, КДН-содержащие в первую очередь. Такая статистика существует. И к нам уже обращаются граждане, которые тоже понимают, что эта проблема сейчас очень сильно нарастает. За продажу сильнодействующих препаратов без рецепта врача административному лицу грозит штраф до 40 тысяч рублей. А вот организация может потерять до 400. Однако цена вопроса здесь гораздо выше. Загубленные жизни тех, кто погряз в наркотической зависимости. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Анастасия Зубарева, Максим Гусев.